Ребята, здравствуйте! С вами Алексей, добро пожаловать на мое новое видео из рубрики «Путевые заметки». И сегодня, друзья, мы с вами снова поговорим про Freightliner Cascadia для игры American Truck Simulator. Буквально пару дней назад разработчики выпустили такой небольшой тизер, мол, вы готовы? И да, мы оказались готовы и достаточно быстро мы узнали, что там будет Freightliner Cascadia. И, в общем-то, этот ролик собрал очень даже хорошее количество комментариев, за что вам, ребята, огромное спасибо. Но сегодня не об этом. Сегодня мы более, так скажем, уже официально посмотрим на эту машину, посмотрим на официальные игровые скриншоты, на то, как эта машина выглядит снаружи. И самое главное, на то, как эта машина выглядит изнутри. И на этом я бы хотел сразу остановиться. Салон, друзья, он сделан очень и очень круто. Я не скажу, что он сделан хуже, чем в Western Star, я не скажу, что он сделан хуже, чем в том же Mac или даже International. Нет, они сделаны на одном уровне, на одном очень офигенном уровне. То же самое я и могу сказать про внешнюю модель грузовика. Просто ты смотришь фотографии и смотришь на то, что они представили, ну, практически один в один. Да, конечно, за исключением масштабности, возможно, это не так как-то ощущается. Но, тем не менее, разработчики молодцы и даже они добавили некоторые очень интересные тюнинг-детали, например, такие, как блок вот этого самого APU-юнита. Ну, по-русски говоря, грубо говоря, автономка, да, за кабину, которая вешается. То есть, вот даже такая вещь у нас появилась. Также появились вот эти аэродинамические накладки, которые называются Flow Below в Америке, которые призваны к тому, чтобы грузовик экономил топливо. И даже это здесь есть. И это очень и очень круто. Ну, и, конечно же, помимо топовых кабин, как вы уже наверняка успели увидеть, появятся и, плюс ко всему, Daycap-варианты и Middleroof-варианты. То есть, низкая крыша, но, в принципе, спалка будет большая. Очень, кстати, круто это будет смотреться с хапперами с какими-нибудь, например, либо с бочками, как на скриншотах здесь показано. То есть, в принципе, под себя можно собрать такой, действительно, Freightliner. Это такой будет дорожный лайнер, и он ничем не будет, кстати, уступать классикам по внешнему виду. Что касаемо силовых установок. Здесь разработчики, как нам написали в официальном блоге, будет детроитовская история. То есть, у нас будет детроитовский мотор и детроитовская коробка. Скорее всего, возможно, даже и шасси полностью обретет весь свой детроитовский вариант с добавлением, опять же, детроитовских мостов. То есть, вся, так скажем, силовая установка и шасси, оно все будет построено на компонентах Detroit. Вполне возможно, как-то, может быть, там можно будет установить и другие двигатели, но что-то я больше всего уверен все-таки в ту сторону, что именно на Detroit двигателях мы будем ездить. Плюс ко всему, разработчики даже ездили в Германию и показали, как они там записывали звуки реального Freightliner в Германии. Да, вы не ошиблись, потому что Freightliner уже давным-давно уходит в конце. Это Daimler, и, по сути, как бы это Мерседес, и ты смотришь даже в салон, это Мерседес, черт побери, но это даже к лучшему. И там они записали звуки, даже видео целое к этому всему приложили. Ссылочку на это видео я, ребята, оставлю в описании, если вам интересно, посмотрите. Ну и самое, друзья, интересное, просто вот разработчики их не зря называют Sun TM. TM это такой товарный типа знак. Почему именно Sun? Это значит скоро. Так они в блоге и написали, скоро вы его увидите. А когда скоро, к сожалению, не знает никто. Друзья, пишите в комментариях, как вы думаете. Но я думаю, что если сегодня у нас 20 ноября, не знаю, когда вы будете этот ролик смотреть, но он выходит именно сегодня. Мне кажется, в течение максимум 5 дней этот грузовик у нас появится. Ну и, друзья, если вы не хотите пропустить обзор на этот грузовик, обязательно на канал подписывайтесь. Ставьте лайк под это видео и увидимся в следующем ролике. Пока-пока, друзья!